Приветствую вас, дорогие друзья! Были в отпуске, в Евпатории. Переходили границу в Крыму. Это отдельный разговор. Но это граница как клеймо для обоих правительств, которое говорит о том, что для наших властей, властей наших государств существует только один порядок. Они в хоромах, а мы в стойле. И охраняют этот порядок, установленный мерзавцами, именно этот порядок, а не суверенитеты наших стран, собаки в человеческом обличии. Но сейчас не об этом. Мы снова на моем балконе, в мини-мастерской, которая постепенно становится основной и должна взять на себя все, несмотря на юный возраст и малый рост. Вот стоит моя камера, которую я обычно снимаю. На маленькой такой треножке. Она имеет некоторые возможности для корректировки, перемещения, удлинения ножек. И штанга центральная позволяет ее поднять выше. Но изменились условия. Я стал готовиться к более серьезной работе. Смене наконечников на новые. Я привез после того, как сделал Pfizer подвесным, несколько наконечников из мастерской. И сейчас вот целая серия наконечников намечается нового поколения, можно сказать. Они, конечно, не новые, но это для бесколлекторных двигателей. Я показывал по этому поводу ролик. И они должны распакаться здесь, под левой рукой. То есть здесь будет несколько рядов и, возможно, в два яруса. Камера мешает. Камера своими ножками упирается именно в то место, где должны лежать наконечники. Поэтому возникла первая идея поднять камеру. За ней уже лавиной пошли все остальные обновления. Я снова начал заниматься обновлением в мастерской. Начал с изготовления кронштейна для подвески камеры на скорую руку из подручных материалов. Это не значит, что потом я продолжил заказом на заводе с проектом в чертежах и схемах. Но подход потом несколько изменился в сторону большей тщательности и с большими претензиями на эстетику. Я уже рассказывал, что стараюсь не нарушать правила, которые звучат так. Не следует для починки стула ломать табурет. То есть нельзя портить хорошие, исправные вещи в году. Казалось бы, даже очень перспективная идея. Почти всегда и хорошие вещи, кажется, испорчены. И идея, не оправдавшая надежды. Поэтому я хотел треногу вставлять нетронутой, прямо за одну из ножек. Но даже несмотря на такую мою заботу о вещах, получилось настолько некрасиво, что я выбросил этот кронштейн. Кронштейн, похожий на маленькую птичку, которая подавилась большой. Разобрал треногу, конечно, не причиняя вреда, и сделал новый кронштейн из старого дверного ограничителя, который уже давно был в отставке и давно уже нет той двери, в которой он служил. Но и ему я тоже не нанес особого вреда, кроме небольшого отверстия. При этом он не потерял свои качества ограничителя, а только расширил свои возможности. То есть это отверстие он может расценивать как дырку для генеральской звезды. Да, так вот из ограничителя и трубки. Алюминиевые трубки, которые просто валялось и не претендовало на какой-либо статус. Получилось немного более эстетично, но это не последний вариант, так как царапалась центральная трубка треноги. И это неприятно для нас обоих. Некогда важная и стильная передняя панель с активизацией моей деятельности на балконе потеряла и работу, и жилье. Когда был сделан стеклянный колпак, панель, пожертвовав красотой в результате небольшой пластической операции, получила эпизодическую роль опоры колпака на время грубой обработки. А теперь она вновь обретает постоянную работу. Я поставил ее обратно, но не совсем на свое место, а ниже. Так, чтобы было удобно рукам при работе. Для этого же и мягкий кант. И отныне она служит ограждением рабочей плоскости, с которой у меня постоянно все падало. Кроме того, мне кажется, что поток воздуха будет благодаря этому не сквозным, а несколько завихряться, закручиваться, улучшая отсос стружки. Дальше. Тут лежала 20-мм плита, чтобы поднять дно до уровня сетки, так сказать, для подачи в вентиляционное окно упавшей стружки. Я заменил толстую плиту 8-мм ламинатной пластиной и использовал замол для соединения ламината, чтобы пристыковать вторую пластину под углом. Теперь она плавно соединила уровень первой пластины с нижним краем сетки. Таким образом увеличился объем рабочего отсека. И, я думаю, будет происходить сортировка стружки. Мелкая наиболее опасно будет уходить в вентиляцию, а крупная будет оставаться внизу, не засоряя мелкую сетку. Но раньше оставшуюся на плите крупную стружку, другой мусор я легко сметал со всей рабочей плоскости, со всех трех отсеков. А теперь бортик. Поэтому прорезаю отверстие, чтобы вставить горловину, на которую потом можно будет с помощью резинки надевать мусорный мешок. А для уборки нужно будет снять пластины и смести весь мусор в мешок. Между отсеками есть переходы, такие проливы от плоскости к плоскости. Ну и, конечно, сам воздуховод из алюминиевой гофры меня давно раздражал. Во-первых, его постоянно задеваешь коленом, и он деформируется. Во-вторых, длина его из-за большого радиуса поворота больше, чем хотелось бы. Пластиковый трубопровод решает обе проблемы. Он сидит крепко, не деформируется при касании, и его можно упустить по более короткому маршруту. При этом, правда, будут потери из-за более резких переходов на поворотах, но это можно будет проверить после сборки. Сейчас проверим тягу. Я уже такой эксперимент делал, вы помните. И вот я вижу, что штанген захватывает на большем расстоянии, чем в прошлый раз. Эксперимент, конечно, не чистый, но я и рукой чувствую, что тяга немного больше. Тут еще стоит сетка временно с очень мелким окошечком, с ячейкой где-то 2-миллиметровой. А будет 3-миллиметровая ячейка, то есть проволоки будет меньше, зев будет больше и производительность будет выше. Я должен заметить, что увлекаться производительностью не следует. Я не буду доводить до абсурда опасность, слишком мощные производительные вытяжки, когда при закрытых евроокнах образуется мгновенный вакуум, вас разрывает, как воздушный шарик, и остатки протягивает сквозь сетку и выбрасывает через воздуховод на улицу, возвращая к древнейшим предкам в виде множества одноклеточных организмов. На самом деле не следует беспокоиться, так не произойдет. Вы умрете быстро, но целым. Просто посчитайте. Моя вытяжка приблизительно имеет производительность 800 кубометров в час, то есть 13 кубов в минуту. А весь балкон 10 кубических метров. Открывать окна нельзя, потому что возникнет завихрение, и вся стружка будет всасываться обратно. Поэтому для того, чтобы не задохнуться, избежать гипертонического криза, необходимо открыть дверь с балкона в комнату, далее из комнаты в подъезд, и входную дверь в подъезд. В этом случае, правда, вы можете простудиться, или вас могут ограбить. Но тут надо выбирать. Искусство требует жертв. Блоки питания Фазера и Микро-НХ находились на столе с кучей проводов, розетками, и забирали приличную часть, нет, неприличную часть, такого дефицитного в наших условиях рабочего пространства. Я решил убрать их вниз. Сделал полочки. Для корейского блока пришлось поднять заднюю часть, так как передняя панель наклонная, и с поля зрения ушел индикатор скорости. Он, вообще-то, не сильно нужен, но уж раз есть, пусть будет виден. И упорядочил провода. Где-то электроклипсами, где-то пружинками из проволоки. Я хочу в этой половине разместить все боры, и мне мешают розетки. Поскольку это рабочее место уже будет постоянным, и вряд ли я когда-то сюда буду закатывать стол, я думаю переместить вниз эти розетки, использовать эту нижнюю нишу, а там посмотрим. А здесь освободится ящик для боров. Убираем старый удлинитель. Не просто старый, а старого образца. Сейчас такой считается небезопасным. И заменим его на новенький, на новом месте, с лампочкой и большим количеством гнезд, которые лишними не бывают. Вот какая освободилась зона рабочая. С помощью пружинки сделаем постоянную стоянку, точнее виселку для запасного рукава. Вот тиски расположил на новом месте. Вместе опоры. Здесь есть стойка у столика, а там где их раньше крепил, стойки не было. Они конечно вибрировали. И вентиляция здесь рядом, то есть если что-то буду пилеть, оно сразу будет отсасывать. С тисками на новом месте возвращаемся к подвеске камеры. Центральная стойка треноги входила в алюминиевую трубку и при этом царапалась. Мне это не нравилось. Но это не единственный пункт, который заставил доработать подвеску. Заменю наружную трубку внутренней. В принципе это ничего не меняет. Но центральная штанга треноги уже не будет царапаться. И сделаю длиннее ось кронштейна. При любых модернизациях нельзя терять те плюсы, которые были до усовершенствования. Главная задача была освободить плоскость для наконечников. Мы ее решили. А с короткой осью мы теряли регулировку положения камеры по высоте. Возвращаем к камере отобранную у нее степень свободы. Теперь можно наполнить освободившиеся места инструментами. Сделать дополнительную подставку подборы и фрезы с другими диаметрами хвостовиков. Для больших фрез с внутренней резьбой все это теперь будет рядом. Более логично. Или как сейчас говорят у меня станет более интуитивно понятный интерфейс рабочего стола. Можно поставить магниты для надфилей и других инструментов. Они, правда, собирают на инструментах металлическую стружку. Ну, я же работаю больше с костью. На крыле можно сделать ложементы для штихелей. Провода уже не мешают. Но они никуда не делись. Их так же много, как было в большую мастерскую, а будет еще больше. Мне нужен еще монитор. Таким образом, как и в большом мастерской, где у меня всегда под рукой огнетушитель, снова возник вопрос пожаробезопасности. И я уже хотел был отправиться за покупкой, как вдруг что-то меня остановило. Я полез в интернет и прочел, что нынешние порошковые огнетушители после 2012 года стали взрываться при шести эстеграциях. Какой-то там появился новый ингредиент. А у меня на балконе южная сторона бывает жарко, как в бане. Снова выбор, что лучше, взорваться или сгореть. Ну, тут просто, конечно, взорваться. Потому что при этом наиболее вероятно пострадаю я один, а при пожаре куча народу, плюс нажитое непосильным трудом добро. Так что огнетушитель, скорее всего, будет. Хотя, представьте, огнетушитель взорвется в начале тушения пожара. Как у Жванецкого. Вы не пробовали принять снотворное одновременно с ослабительным? Очень интересный эффект.